МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВОЁ ТВ продолжает программа ОКО Государева, правовой проект региона. О том, как защитить свои права и как бороться с нарушителями, рассказываем все, как есть на самом деле. Меня зовут Герман Кудьяров. Здравствуйте. Если ваши права нарушают, лучше всего обратиться за помощью в прокуратуру. Как поступают жалобы и какие сферы они затрагивают? Об этом и не только сегодня расскажем в программе. Но сперва о последних новостях прокуратуры Ставропольского края. В декабре прошлого года житель Ставрополя, являясь представителем ИСЦА, во время заседания по рассмотрению гражданского дела в грубой неприличной форме оскорбил ответчика. Он ругался нецензурной лексикой, чем унизил честь и достоинство ответчика. Прокуратура промышленного района города Ставрополя направила в суд уголовное дело для рассмотрения по существу. Житель Пятигорска обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере. В 2014 году директор общества с ограниченной ответственностью создал организованную преступную группу из пяти человек. С февраля 2014 по декабрь 2018 группировка под видом строительства трех многоквартирных домов на территории Пятигорска и Зеленокумска привлекла денежные средства 233 граждан и двух юридических лиц, участников долевого строительства. Дома злоумышленники не достроили и похитили более 418 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд. В отношении остальных участников преступной группы расследование продолжается. Прокуратура Нефтекумского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Житель Нефтекумска в июне обратился в акционерное общество по вопросу перерасчета стоимости газа по показателям прибора учета. Заявителю не ответили, и он обратился в прокуратуру. Прокурорам Нефтекумского района в отношении исполнительного директора акционерного общества возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района. Прокуратурой Изобильнинского района проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Изобильном. 8 августа водитель легкового автомобиля на большой скорости не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП пострадали 5 человек. Из них один несовершеннолетний и один малолетний. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. В ходе проверки прокуратуры Изобильнинского района будут установлены причины и обстоятельства аварии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту ДТП правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства. В прокуратуре Октябрьского района города Ставрополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту нарушения требований охраны труда. На работодателя были возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда и соблюдению техники безопасности. Однако Ставрополец не обеспечил достаточных мер, не провел вводный и первичный инструктаж и допустил к работе сотрудника склада. Из-за нарушений мужчина упал со второго яруса складского помещения и получил тяжелые травмы. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу. Здравствуйте. Меня зовут Полина Пушкарная. И мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Могут ли привлечь к работе временно отсутствующего работника? Временно отсутствие работника возможно в случаях его пребывания в отпуске, командировке или в случае временной нетрудоспособности. Отзыв работника из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. В соответствии с ней такой отзыв допускается только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв с отпуска работника в возрасте до 18 лет беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Отзыв работника из командировки в случае производственной необходимости также возможен на основании приказа руководителя. А вот отзыв работника в период временной нетрудоспособности не допускается. Оставляйте свои вопросы по адресу, который вы видите на своих экранах. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире в следующий четверг. Возвращаемся в студию. Сегодня в программе ОКО Государева говорим об обращениях граждан в органы прокуратуры. У нас в студии помощник прокурора края по рассмотрению обращений и приему граждан Марина Казбековна Царикаева. Марина Казбековна, здравствуйте. Добрый день. Марина Царикаева. Помощник прокурора края по рассмотрению обращений и приему граждан. Советник юстиции. Образование высшее юридическое. Окончила Северокавказский государственный технический университет. С 2009 по 2012 год работала помощником прокурора Советского района и города Есентуки. С 2012 года по 2019 занимала должность прокурора и старшего прокурора отдела аппарата прокуратуры Ставропольского края. С 2019 года в нынешней должности. Поощрялась генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Ставропольского края. Расскажите, пожалуйста, для начала, как к вам поступают обращения? В органы прокуратуры края может обратиться каждый вне зависимости от гражданства. Под обращением с заявлением жалобы понимается прошение в надзорные органы восстановления нарушенных прав. Обращение может быть направлено посредством почтовой связи через интернет-приемную, либо портал государственных услуг. А также может быть подано в ходе личного приема, который ведется в органах прокуратуры края ежедневно. Кроме того, обращение может быть оставлено в ящике для обращения и заявлений, которые располагаются в прокуратурах городов, районов и в прокуратуре края. В прокуратуре края рассматриваются обращения, содержащие сведения о нарушениях закона. В этой связи в заявлениях необходимо ислакать подробные факты о нарушениях закона и лицах их допустивших. К обращению могут быть приложены документы и материалы, подтверждающие изложенные доводы, в том числе и на электронном носителе. А существует ли какой-то порядок рассмотрения обращений? В ходе рассмотрения обращений граждан прокурор руководствуется требованием федерального закона о прокуратуре, Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан, а также иными федеральными и краевыми законами, регулирующими соответствующую сферу правоотношений. В целях объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения вопросов, изложенных заявителями в обращениях прокурорами, истребуются документы и материалы, опрашиваются должностные и иные лица. При наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования. А всем ли вы отвечаете, или все-таки кто-то без внимания, может быть, остается? По результатам рассмотрения обращений прокурорами направляются письменные ответы заявителям, в том числе и посредством электронной почты. В случае, если в обращении не указан адрес, либо фамилия заявителя, ответ на обращение не дается. Кроме того, если в обращении изложены сведения, недостаточные для его рассмотрения, то в течение дней прокурорами данное обращение возвращается заявителем с предложениями восполнить недостающие данные. А их объем увеличивается или уменьшается? Ежегодно прокурорами выполняется значительный объем работы по рассмотрению обращений граждан. В текущем году в органы прокуратуры поступило более 39 тысяч обращений граждан, 29 тысяч из которых рассмотрены непосредственно прокурорами. Особое внимание уделялось обращениям социально незащищенной категории граждан, к которой относятся инвалиды, пенсионеры, ветераны, малоимущие граждане, многодетные семьи. А какие еще сферы и нарушения затрагивают обращения? Обращения в основном затрагивают такие сферы правоотношений, как невыплата заработной платы, начисление оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов, нарушение законодательства об исполнительном производстве и иные сферы. Ну, я так понимаю, что меры принимаются по всем обращениям? В случае выявления нарушений закона в ходе рассмотрения обращений граждан, то прокурорами принимается полный комплекс мер прокурорского реагирования, ставятся на контроль результаты рассмотрения принятых мер и фактическое восстановление прав граждан. Ну, на этом у меня все. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. На этом наш эфир подходит к концу. Вы смотрели программу ОКО Государева, совместный проект телеканала СВОЁТВ и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся через неделю. Смотрите нас каждый четверг в 19.15. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok